Я считаю, что наше руководство все решит и все сделает так, как надо. Руководство нашей страны? Президент. Я уверена, что президент все сделает. То есть вы уверены в президенте, да? Скорее всего, да, надо, чтобы прийти к какому-то ровному компромиссу, чтобы были какие-то переговоры, чтобы не было войны этой. О чем они должны договориться? Как вы думаете? О мире, чтобы убрали свои войска и тому подобное. Я всегда считаю, что нужно договориться. Ну, о чем просто скажете? О мире, там, о том... О мире, естественно, об окончании этой баханалии всякой. Вы же сами понимаете, что это затянется не на один месяц. Они же просто так не уйдут, эти сволочи, от нас. Поэтому, я не знаю. Это тяжелый вопрос, конечно. Но надо договариваться. Я думаю, выключенный вариант. Я думаю, это исключенный вариант. Мое убеждение глубокое. Никакие переговоры с российскими дипломатами не дадут положительного результата, потому что там царит такая ненависть. Я общаюсь с бывшими уже друзьями. Это просто невозможно слушать. Я считаю, что не нужно. Я думаю, они не смогут ни о чем договориться, так как здесь все очевидно. Путем мирных переговоров мы не пойдем ни на какие уступки России. Мы заберем те земли, которые они забрали у нас, и все должно быть хорошо. Я считаю, что при любых обстоятельствах, ради того, чтобы обрести мир, мы должны даже с чертом говорить. Оно все равно должно происходить, и мы должны найти какой-то способ, чтобы поладить с ними, как это должно происходить. Я не дипломат, я не могу знать, но если большинство наших дипломатов говорят, что это нужно делать, значит, значит, это нужно делать. Это надо с самим Путином как бы разговаривать, ну, чтобы как-то все это закончить, на какие-то, как-то на компромиссы идти. Вы считаете, что нужно садиться за стол переговоров и договаривать? Да, 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 я считаю так. Это надо садиться и договариваться. По-другому никак. Если бы хотели, они бы уже давно договорились, и нашли бы общий язык. И этого ничего бы не было. Кто-то не хочет, да. Или одна сторона, или вторая. Если бы задали этот вопрос, там, две-три недели назад, наверное, эмоционально каждый бы ответил, да, наверное, стоит, потому что любая война заканчивается перемирием, ну, победой какой-то, то есть миром. И, наверное, нужно было садиться. Но сейчас вот как открываются новые все события, ну, связанные с Бучей, Ирпенем и там Гастомилем и так далее. И это еще мы не знаем картину полную в Мариуполе. Ну, я думаю, после таких событий, ну, весь мир содрогнулся, и международное общество назвало Путина военным преступником уже. И теперь, думаю, вряд ли какие-то, ну, доцельно, как говорится, переговоры.